Гуманная педагогика и индивидуальный подход к каждому ученику. Основные принципы, которых в своей деятельности придерживается Евгений Кунавин, учитель русской литературы и немецкого языка. На протяжении четырех лет он практикует такой подход в Видновской гимназии, куда пришел работать сразу после окончания университета. Человеческая жизнь, человеческое развитие, человеческое мышление – это приоритет. Никакого давления, никаких авторитарных принципов, исключительное взаимодействие. Товарищеское, наверное. Выбор профессии для Евгения был очевидным. Еще будучи школьником, он хотел работать с детьми. Желание поддержали родители, и он поступил на факультет славянской и западноевропейской филологии. В высшей школе изучал русский язык и литературу и немецкий. И сегодня свой путь к познанию не прекращает. В скором времени ему предстоит защита кандидатской диссертации в аспирантуре. Это очень интересный и самобытный человек. У меня учится сын в его классе, и каждый раз он приходит с огромными восхищенными глазами, потому что, говорит, наиболее интересных уроков у него по литературе пока еще не было. И как человек, как учитель, именно я хочу сказать, что это обязательный, творческий и неординарный человек вообще и личность. Евгений Кунавин представлял Видновскую гимназию в конкурсе «Учитель года» Ленинского района. На протяжении нескольких месяцев шли отборочные этапы. Открытые уроки, круглые столы, представления образовательного проекта. Наш герой предложил создать сайт «История литературы и искусства», который помогал бы обучать детей через проектную деятельность. Ей Евгений уделяет большое внимание. Может, поэтому у него пока нет классного руководства, ведь внеурочная работа с учениками занимает много времени. Ребята своего учителя любят и уважают. Он очень добрый, понимающий человек и отличный учитель. Он очень доступно доносит информацию и умеет говорить так, что заинтересовывает даже людей, которые в литературе вообще не заинтересованы и никогда не занимались. Наш герой предпочитает не стоять на месте, а всегда двигаться вперед. Именно поэтому он и решил попытать удачу в конкурсе «Учитель года» и занял первое место. Такому жизненному принципу он учит и своих подопечных. Новые знания, которые дети имеют возможность получить в школе – одна из составляющих развития личности. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видно этого.